В мобильную игру по раздельному сбору мусора, разработанную петербургскими школьниками, будут играть дети Поднебесной. В 777-й школе состоялся телемост между северной столицей и китайским округом Макао. Стороны обсудили проблемы экологии и рассказали, как в подрастающем поколении воспитывают бережные отношения к природе. В частности, ученики инженерно-технологической школы показали созданную ими мобильную игру, которая учит самых юных пользователей раздельному сбору мусора. Эта идея пришла к нашим ребятам, чтобы разработать такую игру для обучающихся начальных классов, чтобы дети четко понимали, куда нужно бросать бумагу, куда нужно бросать бутылки, куда нужно бросать другой мусор, вот в какую из этих корзин. Работа с детьми, будучи приоритетной, является для нас крайне важной. Когда человек с раннего детства понимает, что экология – это важно, и это зависит лично от него, результаты, как правило, получаются самые-самые замечательные. Петербургские школьники и педагоги представили экологические проекты, которые успешно реализуются в городе. Например, популярный среди школ и детских садов проект «Красный волк охраняет природу», который в игровой форме объясняет детям, как нужно относиться к окружающему миру. Учащиеся инженерно-технологической школой также рассказали китайским друзьям о работе своего экологического волонтерского центра. Его участники проводят акции по очистке береговой линии Финского залива, участвуют в сборе макулатуры и металлолома. Продолжение следует...